Я, дорогие преды, вас просто умоляю, хотя я уверена, что вы уже это делаете. Пожалуйста, не попадайтесь в капкан ненависти. Конечно, война ужасна. Она забирает жизни. Продают все, и дети, и жены, и мужья, все могут пострадать. И они могут находиться в очень экстремальных ситуациях. Но, пожалуйста, не становитесь рабами ненависти. Это не только война с оружием, с оружием, с оружием. И в настоящий момент идет война, не только война, где используется оружие, но в основном это информационная война, которая показывает всякие ужасы. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, все мы принадлежим духовной нации. Мы все принадлежим Галлоке Вриндавна. И на Галлоке Вриндавна все совершенно противоположно по сравнению с этим миром. И там нам не нужно страдать ни от рождения, ни от старости, ни от смерти, ни от болезни. Поэтому давайте объединимся с вами вокруг святого имя, которое принес нам Господь Читания в эту эпоху Калия, эпоху лицемерия. Давайте объединимся и будем молиться друг за друга, независимо от того, к какой национальности принадлежит наше тело. И давайте сейчас воспевать со всем нашим вниманием, со всей любовью. И давайте помнить, что когда мы вместе, мы очень сильные. Давайте оставаться одной семьей, объединенной семьей лотосных столб Шилаправпада, Ачарья-основателя. Да, и мы не можем контролировать то, что происходит в мире, особенно такие огромные движения. По сути дела, на практическом уровне у нас нет никаких кнопок воздействия на то, что происходит. Все вот эти ужасные события, типа ковида, войны. Но есть кое-что очень маленькое на нашу свобода выбора. Мы можем выбирать, как нам реагировать на это. И если мы примем прибежище у Бога, мы можем стать настоящими героями. Я беру пульс ваших лотосных столб, и сейчас давайте будем воспевать все вместе два круга махамантры. Будем воспевать все вместе с включенными микрофонами и слышать друг друга. Дорогие преданные, мы хотим буквально с самого начала джапы не включать все микрофоны, чтобы послушали, как Матушка Мандакини воспевает. И потом можно включать большая просьба только тем преданным, у которых нет никаких посторонних шумов. Спасибо большое. Это будет наш вклад в страдающий мир, в нашу помощь. И это наше прибежище, которое мы можем предоставить всем. Спасибо большое, Hare Krishna.